Девушки отдыхают А мне еще втюхиваться, если у тебя такое... Да два месяца без работы сижу. Видимо, я без денег, Люське, совсем не нужен. Баран! Да не, это не тебе. Ну, в общем, кризис. Денег нет, жены нет, работы нет, жить негде. Счет заморожен. Да не мой, фирмы. Не, денег у меня нет, там, тысяч 20 всего. С таким богатством даже угла не снимешь. Три месяца за тачку кредит не плачен. На меня банк в суд пудал. Со всех сторон обложили, просвета не видно. Да хрен я им ее отдам, ага. А я знаешь, сколько в этих крокодилов вложил? Да нет, я везде пробовал уже. Везде глухо. Считаешь, еще раз по месту прописки попробовать? А, Люська обалдеет. Да, давай позвоню. О, привет. Привет. Тапочки позабыл. Прошу. А, мне их держать негде. Да и жить, в общем, негде. А это уже не мои проблемы. А чужое мне без надобности. Люсь, так получилось. Это буквально на 3-4 дня. Потом я придумаю что-нибудь, ты же знаешь. В том-то и дело, что знаю. Хватит. И папа сказал, хватит. Папа. А квартира его. А я, между прочим, на квартиру не претендую, хотя и вложил в нее во сколько. Да? А ты забери. Ты все забери. Давай, обои сними, в ванную вынеси. Все заберешь сразу или по частям. Нет? Тогда исчезни из моей жизни раз и навсегда. Петли жизни супер-холост. Полоса пошла черная. Ты-то меня, надеюсь, не выгонишь? Ладно, попробуй. Отстань, сказала. Собраться не даст поразит. Папочка, ну, ты ж пойми, это же не моя булажа. Это же острая биологическая необходимость. Я ж не за себя прошу, а за скотину. А у меня их две скотины-то на одной шее. Ну, Клав, ну, получается, как бы… Чип-чип-чип-чип-чип. Здоров, Паш! Ну… Мне же просто… Отстань, сказала! Ну, Клав… Ты мне курей накорми. Ну, кормлю. Хорошо. А может, мы все-таки… Да сколько можно сказала, а? Мне еще в диспенчерской нервы мотать сутки будут. Ты что тут, паразит? Давай. Шапочку надень, симулянт контуженный. Надел. Здорово, Зинк! Клав, ну, может, все-таки… Сказала, замолчи! Уже все деревни слышат! Заладит, как пластинка старая! Дай, 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 дай! Этвичо, печатный старак, что ли? Одна работаю, горячусь! Хлеб привезли? Привезли, Клав. За хлебом сходи! Схожу, а после можно тогда после этого? Замолчи, сказала! Вот напастить надо же! Мне же скотину жалко! Как будто я для себя прошу! Вон он уже, орёт нечеловеческим голосом! Курямшу не дай, я не склею! А тайсадов пиво надо! Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа! Савелий, прекрати быка мучить! Да кто его мучает? Он пиво требует! У него этот, как его, абстинентный синдром! Так у него каждый день абстинентный синдром! Да не дёргайся ты! Дай ему, чтоб заткнулся! Так нету! Вот привезут два часа пенсию по инвалидности, тогда может! Ну, у Нинки возьми, под карандаш! Не даст! У меня там долгов целая тетрадка! Ну, до двух-то, бычок твой! Помереть может! Не человек же! Твоя дома! Не-а! Ну, у меня возьми! После двух отдаст! А сколько пива брать, Паша? А сколько ему надо? Да ему сколько не даю! Ну, по нынешним временам и литром обойдётся! Ну, и нам с тобой литр, да? Нам литр! Тюха, ну, это не солидно! Не-не-не, не больше! У меня дела сегодня нет! Ну, я тогда в Белоруссию сбегаю! Нинка всё равно не даст! Она у меня и так деньги забирает за прошлое заслуги! Я в Белоруссии дешевле! Ты посмотри! Три километра! Ну, и чего? Да ешь на велосипеде! И за двух литров! Ну, и шо? Ну, да! Да! Андрюху мою вот встретишь! Скажи, что завтра как договаривались! Ага! Понял? Пусть ждёт! Да деньги-то возьми! Я за велос… за велосипедом я! Можешь добавить? Не исключено! Начнём, заведёмся! А у меня в городе дела! Ладно, давай! Да… Пей, Тайсона, пей! Ты на Клавку не сердись! Не со зла она! Она у меня баба, знаешь какая? Золото! Новенькая, да? Здрасьте! Здрасьте! Вы за место Галины Николаевны будете, да? Буду! Галина Николаевна в декрет ушла! Да! Счастливого не пути! Вот, прошу вас! Класть, снимать! Класть, снимать! А, вы просто отметьте, что там накапало! Не всех дел! Я всегда так! Двадцать тысяч долларов почти что! Ну так! Знай наших! Шутка! Этого столько лет! С девяносто пятого года и ни разу не снимали! Ни разу! Это неприкосновенная сумма моей похоронной! Поминки, памятника, городкам! Когда жизнь прожита, лишь бы выжить, так пусть и смерть праздником будет! А? Умница! Ну, Павел Адамыч, вы еще поживете! У вас в мозгах не клинит! А то народ помоложе совсем с ума сошел от кризиса! Меняют, снимают, переводят! Насмотрелись мы этих кризисов, начиная с Карибского? Хрень! Не надо печалиться, а, дочка! Ах да, забыл! Вы там, посмотрите, была отметка, что Тюха Евгений Александрович имеет полное право всем распоряжаться! А кто это? Внук мой, если я представлюсь, он сразу деньги получить сможет, а не ждать полгода! Наследник у меня есть! У него ведь кроме меня никого нет! Это не такая! Вн許еdam меняージонка! Хрень! Ах да, скорая! У него был запретан! Эта чарлья, как бичи! Теткупырой, подожди! Эта вот hvad? Эта царлья... Внукова. Ах да! Эта и пища. Эта царлья... Алло, это я. Тюха вышел на тропу. Я предупреждаю. И еще, я предупреждаю, у меня деньги на телефоне кончаются. Да. Нет, я их оттуда не вытаскиваю. Они сами куда-то деваются. Алло, алло. А? Что? Десять годин в Беларуси. Эх ты, молния оторвалась. Эля, брату налила еще и... Все, сюда хватит, не упру. Давай туда. А шо? Ну, не знаю, с дороги он. Положь чаю? Ты ж знаешь, Элочка, у меня на чайное пыльцо аллергия. Ну, можно чуть-чуть на посошок. Сейчас, уже бегаю, аж падаю. Сервирую на стол, на посошок, с утра пораньше. Тупи на посошок, Андрею на посошок, посушки мои чебати. Угу. Есть дело, вот и делайте его. А то с утра очи не успевайте продрать, а мысль одна, как бы эти очи залить уже самогодка поскорей. Да с посошком, Элечка, мечтать легче. Когда у человека есть мечта, все его действия обретают смысл. Вот мы и тянемся к мечте. Да, с утра пораньше. Поняла, Элечка? Да, поняла. Шо, я дурначе шо. Вам обоим уже скоро ноги протягивать, а не к мечте тянуться. Шо один тюха, шо другой тюха. Назвала ж природа. Да, не получился диспут. Да ладно, собака брешет. Тараван идет. Найдем. Придется еще по одной. И все. Да все, все. Жека как, пишет? Не трави душу. Давай. Не надо печалиться. Забираю, как экологический мусор. Забираю, как экологический мусор. Поехали. А что он знает? Как экологический мусор. И в руках. Отвы? Поехали. Это что? Это стакан. Стакан. Ага. Ну, вот купил. Ну, Гриш, ты прям Шерлак Холмс. И это что, я тебя спрашиваю? Брат гостинцы передал. К гостинцы. От эти гостинцы к Нинель в магазин, Нинель в город к рыночной мафии. Вот вам, пожалуйста, устойчивая группа лиц. У нас криминальная мясная цепочка. Слушай, а мясо какое? Говядина. Плохо. Мне бы свинина в мазь была бы. Годовщина на носу. Годовщина чего? Павел Адамович, вопросы здесь задаю я. Ага. Мало ли у человека годовщина может быть. Пять лет. Безупречные службы. Поляну надо начальство накрыть. Ну, так что ты мне голову-то морочишь? Вот твои три кила, как всегда. Нет, Павел Адамович, как всегда не получится. Директива пришла об усилении мер экономического контроля при пограничной зоне. Гриш, какая нахрен граница? Где ты ее видишь-то, границу твою? Государственная, Павел Адамович, вот она. Вон, столбик, видишь, из-за кустов торчит. Все, переходим на цивильные товарно-денежные отношения. Либо ты платишь, либо кранты всем твоим гостиницам. Да, Говядину я конфискую полностью. Вот. И в целях профилактики она будет уничтожена. На поляне для начальства? На поляне для начальства. Хоть половину бы оставил. Не могу. Че? Народа будет много. А-а-а. Да. Совсем борзометр заклинило. Вот тебе и весь мой сказ, Нинель Константиновна. Ты че огородишь? Какой сказ, сказочник? Мясо где? Я сама его не ем вообще, я на диете сижу. Ты чего? Адамович, ты понимаешь, что это подстава форменная? Я это мясо охлаждаю и на рынок поставляю. И поставляю, должна тебе сказать, не просто так, а по плану. Ты понимаешь, что если сейчас я его по плану не поставлю, мне неустойку платить. Тебе ясно? Ясно. Я с тебя говорю, что участковый Гришка забрал. Че ты мне Гришка участковый забрал? Гришка участковый забрал. Гришка мартышка, а то я не знаю. Невелик учел, чтоб его не облететь. И надо было чуть башкой своей подумать маленькой. Или че, совсем старый стал уже? Иди тогда на пенсию. Вон валяйся на печью. У меня полная деревня молодых пацанов. С висну придут. Ой. Ладно, короче. Свободен. В каком смысле свободен? В таком смысле. Как говорят, контора в ваших услугах не нуждается. До свидания. Эх, ничего себе. Я шо за лимузин так? Тихо. Эх, Жека. Да. Дяд, тебя не было, я задремал. Ну, ты прям как из зоопарка. Да. Там сплошной зоопарк. Клетку не закрыли. Вот я и сбежал. Один? Да, я совсем один, дед. Бывает. Здорово, дед. Здорово, внук. Здорово, дед. Здорово, внук. Это хорошо. Деда вспомнил. Пашке радость. Че ты говоришь? Правильно. Даже без пол-литра не обойдется. Здорово, дед. Нинель! Че надо, а? Водки давай. Ну, щась. Давай сколько влезет. Паша, если ты насмерть спиться от горя решил, все, бери вот эту паленую и смертоубойней и дешевле будет. Я сказал, казенную дамай, самую дорогую. У тебя деньги есть, дорогую? Деньги, пожалуйста. Вот деньги. Сдачи-то будет. Деньги. 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 Ничего не изменилось, а? Ага. Так... Адамыч, давай помогу. Тяжело. Ты это, потом поможешь. Дай хоть первый день с глазу на глаз. У тебя Клавка вот-вот суток вернется. Ну и Жужа Клавдия, можно подумать, что она... Нужно подумать. Я очень хорошо знаю, что Клавдия нас вместе застанет, не хана. Она у тебя, как петарда китайская. Неизвестно, когда долбанек. Ну, давай, давай, все, 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 все. Давай, давай. Ну... Жека, а ты что там делаешь, а? Я воздух пускаю. Воздух? Ты сейчас муху комаров напустишь, как будем спать, а? Ой, дед, ты живешь как пятикантроп. Ну, правда, сейчас только все понапридумывали. Я во все розетки повтыкаю, так даже клопы твои и те подумал. Молодец. С критикой приехал. Спустя вечность. Лучше поздно, чем никогда, да, дед? Ну, да, да, да. Я, когда последний раз я был-то, лет шесть назад, когда бабушку хоронили, да? Пять лет и три месяца. И за все пять лет, пять открыток на Новый год. Ну, и на этом спасибо. Эй, не надо печалиться. Так. Водяра-то столько, куда? А я всегда так, с пяти, пусть стоит. Вот скажи, Тайсон, вот разве так вот соседи поступают, а? Вот только Женька приехал, и все, я уже отворот-поворот. Ну, ты не бойся. Тебя-то я ни на кого не променяю. Фирма накрылась, зарплату последнюю зажали. Ну, а что, без денег? Про жену я тебе рассказывал. С квартиры меня оттурнуло. В общем, кругом сплошной кризис. Кошмар. Как вы там живете? Ну, а с другой стороны, нет худа без добра, да? Я здесь. И никто тебя здесь не достанет. Внук, Женька приехал. Общаются с глазу на глаз. Я тебя тоже с глазу на глаз предупреждаю, чтобы ни единого личного разговора по служебному телефону. Каждый звоночек лично буду по распечатке проверять, понял? Это же не служба, Гриш. Это же подлость великая. На соседа стучу, на друга. Это же грех большой. Ну, на мне-то грех не меньше. Я-то помню, как ты себе инвалидность талиповую для пенсии выбивал. И молчу. И шантажируешь. И шантажирую. А все для порядка и для справедливости. Хорошая тачка. Да. Только вот, крокодилы, это не надо. Не надо. Здравия желаю. О, парни лист. Гришка, Фауссов, ты что ли? Ну? Не узнал, а? Сто лет не виделись, а? Заматерел. Служба? А че это на проезжей части транспортное средство оставлено? Не поймем. А чего? Ну, брошено средство. Создается что? Затруднение движению. А кто там двигается-то? Тьфу, кто? Я двигаюсь. Гриш, а ты бы не двигался никуда, а? Садись да выпей. Выпить хочешь? Хм, хочу. Ну, только это, не могу. А че с тобой? За рулем. Да кто тебя остановит-то, Гриш? Ты че? Давай садись. Ага. А вдруг я без всякого гаи, спьяну, как разобьюсь? Тьфу-тьфу. Значит, судьба твоя такая. Не дождешься, Павел Адамович. А ты че там, как сирота казанская? А это, Клавка, увидела милицию и послала узнать, чего там. Ну, раз тебя уже послали, повторяться не будем. Заходи. Привет, Джека. Да-да. Ой, ну, извини. Нет, дядь. Надо все-таки что-нибудь делать, а не только водку жрать. А че делать-то? В голову не лезет ничего. Все миллионеры с ничего начинали. Тут главное, какой-нибудь ноу-хау забодяжить, нишу свое занять. Вот ты, Савелий, так же говорил. Ноу-хау. Взял бычка, давай пивом поить, массаж делать. Ух ты, блин. Прям по-японски. Да я знаю, мраморное мясо. Рецепт такой. Пиво-массаж, пиво-массаж. Но у нас же все не как у людей. Не получилось у него по-японски. А потому что Савелий пиво вместе с быком пил. Сдружились. И в определенный момент не поднялась рука на друга. Вот и ходит по свету пьющий быв по кличке Тайсон. Тайсон? Живой? Ну, такое... О, ревизор. Где деньги? Где деньги, я спрашиваю? Наша выручка за завязину где? Еще вчера должна была быть. Я в бессрочном отпуске. Кризис, он в Африке, кризис. Как что, Тень? Если вы его сейчас убьете, учтите, вы сделаете это при свидетеле. Чуе мое сердце. Ты не свидетель. Соучастник. Здорово. Здорово. Здрасте, Тень. Мы... у нас вот так, мы... Решил навестить, наконец, своего ридного дедуся. Вспомнил? Вспомнил, да? Приехал. Вот и я тоже вспомнила, знаешь, про ридного дедуся. Нашего Павлуся, почетного жизнедорожника Родинского союза, да? Слухай сюда. Чуешь, да? Я твоего Андрея в заложники взяла. Руки и ноги завязала. На койку. Прикрепил. Ты понял? Слухай, слухай. Пока я выручку напомочу, он там будет. Думай. А вот теперь, слухай, меня ждешь, что ты, зверюка, иностранка, иностранка. Да, да. Господи. С волками жить, поволча выйти. У-у-у-у, чучуськи. У меня всю продукцию на границе конфисковали. А веди-то по барабану. Все риски из российской среды на туби. Я из последней вкладывалась. Ой, не надо, Эля. Из последнего. С совести почвен. Дядя Андрею, привет. Сейчас. Ты в порядке, дед? Фух, в порядке. Прелезная леди. Ну, и сколько ей нужно для полного счастья? Полторы тысячи. Только не зайчиков и рублей. Так давай я ей отдам. Не-не-не, только не сейчас. Ты что? Не-не-не, баш на баш. Она нам брата, мы ей долг. Она нам брата, мы ее не работали на користе. И я, ну, урань, я думал на развития. Менавито там, чем у меня, например, в России. Там, где Карафика, Луи-Брасу, там сбираются целые АПС. И так тоже. Другие вещи. Ну, как сама, пьес траванная, мне на вид в экспозиции. Это нет. Здрасьте, дядя Андреич. Здрасьте. Ноэлька дает. Стреножили нашего жеребца, как последнего мерина. Ну, и что, а сколько навара получалось? Ну, почти вторая пенсия, но последний раз взял и отобрал у меня товар весь. Гришка Фауссов? Да, Гришка Фауссов. Вот козырь. И все время козыряет тем, что он на государственной службе находится. При границе. Ну, а где она, эта граница? Где ты ее видишь, эту границу? Да, я понимаю, пора бросать. Все слабина до старости лет. Ну, а где она, эта граница? И? Нет, дед. Слабина в другом. Масштаба нет. Чего? Ну, ну, размаха. Ну как, вот если бы это не шматочки твои в кулечках, а? Целое поголовье, живой вес. Вот тогда бы дело было. Скажи, ты почем в Беларуси мясо верешь? Пятьдесят восемьдесят. Горянина. Ну да, а нас почем отдать можно? Двести точно возьмут. Двести двадцать. Сейчас, извини, новый бизнес-план в голове прикину. Чего? Да, ну, зайдем. Давай, давай. Давай, давай, давай. Адя, отбей с вами да ты, на, а! Сейчас. Сейчас. Отлюбчик. Поймай, его убил. Вот, ваша доля. Давай. Держи. Жека, не отдавай ей деньги! Где брат? Звих. Куда? Известно куда. У нас дальше магазина никто не бегает. Жека, ну-ка глянь вокруг. Нет ли земли раскопанной, свежей? Может она его уже прикопала? О, и надпись написала. Умом тронулся, повозь, не? Эль, почем в ваших краях можно взять килограмм живого коровьего веса? А на что тебе? Можно? Вот я вам сейчас отдаю долг Павла Адамыча. Бажешь? И у меня остается еще семнадцать тысяч рублей в полноценной российской валюте, которую я собираюсь вложить в пошатнувшийся бизнес моего горячего любимого дедушки, чтобы поднять его на качественно новый уровень. За семнадцать тысяч можно такую, знаешь, живую тёлку взять. Давай! Не, Гриша, он его не несёт, но он само идёт, да мясо само идёт, как-как, ногами. Ну, вроде никого. Пошли. Вот муха ЦЦ, а! Я ж говорил он! Красавцы вы мои! Корову, приезжай, а я говорить буду. Чё думали, с представителем власти побулдосили, так теперь можно ни закона, ни права не соблюдать, да? Дело вот это, теперь пахнет особо крупными размерами. Какое дело, Гриш? О незаконной торговле при граничной территории, вот так. Дед, а мы разве чем-нибудь торгуем? Мы ничем не торгуем, внучок. Так, корова налицо, и корова налицо белорусская. А разве на лице у неё написано, что она белорусская? Ну, хватит. Это ежу понятно. Стоп! Участковый Фаусов, с юридической точки зрения, выражение ежу понятно не имеет ни малейшего смысла. Не правда ли? Не понял. Мы существуем в едином правовом пространстве, не так ли? Ну, допустим. И с точки зрения закона, скажем, собачка является домашним животным? Является. Так. Только вот при чем тут собака, я не пойму? Тут корова. Корова, крупный рогатый скот, является домашним животным? Является. Ага. Скажи мне, а если я буду выгуливать домашнюю собаку в роще, это будет правонарушение? Нет, если в наморднике. Слушай, что ты мне мозги компостируешь, вот, какими-то собаками своими? А то, Гриша, что с юридической точки зрения нет ни малейшей разницы между выгулом домашней собачки или кошечки и домашней коровки. Но есть один нюанс. Выгуливая домашнюю собачку или кошечку, ты даешь ей только погулять и, соответственно, справить нужду. А коровки нужно еще и поесть, то есть насытить свой организм, так как это животное, жвачное, живородящее. Понял? А вот препятствовать ей в этом естественном желании насытиться, это уже попадает под статью о жестоком обращении с животными. Нету на вас, Бриджит Бардо тут. Давай, Гриша, до встречи. Трезор, а порт, как Ирина Абрамовна говорила, садись, фалсов, оценку свою знаешь. Ну, Жека, на корове, значит, объехал. Жека, ну ты оратор. Как ты своего одноклассничка уделал на обе лопатки? Да он и в школе всегда дурак был, дураком. Между прочим, вот это все наше. Че, пруд, что ли? Когда колхоз распался, всем паи нарезали. Ну и нам стоишь, и вот этот вот пруд, как ты говоришь, вот с этим болотцем впендюрили. И смех, и грех. Какая-никакая особенность. Слушай, я его с детства помню, только тут как-то чище было, и лягушки так не орали. Ну вот, когда еще границу-то не придумали, из Минска какие-то деятели, ученые поприехали, и, значит, головастико вот сюда запустили. То ли по обмену опытом, то ли... Да каким опытом? Это ты меня что-то полегче спроси. Короче, деятели исчезли, а лягушки прижились. Да. А знаешь, что надо делать, дед? Надо все это забором обнести и табличкой поставить. Частная собственность. Что это? Так полагается. Когда я еще с цепщиком на станции работал, перегнали мы тогда спирт через границу, в бутылках. Рояль назывался. И получил я тогда, первый и последний раз в жизни, огромные деньги. Ну, я их таюсь и на хозяйство сразу, а она к ним даже не прикоснулась. Неправильные, говорит, деньги. Вот, лежали они, лежали. И до сих пор лежат. Вот. Слышишь, Жека? Запомни. Мне-то что это запоминать? А что, все же к мафии собираемся. Ой, ладно. Какая мафия? Что, рыночная мафия? Мало лишь что. Подожди, сядь, Жека. Подожди, вот, сядь. Давай. Давай. Ты должен быть в курсе. Если что, доступ к средствам по этой сберкнижке у тебя открыт в центральном отделении Сбербанка. Много там денег-то? Двадцать тысяч. Долларов. Долларов? Черт. Да, да, да. Вот так. Этому много денег, Держ. Двадцать тысяч долларов у него. Прут в собственности. Рокфеллер, ты что, помирать собрался? Тебе жить надо. Я в ближайшее время не собираюсь. Че ты мне мозг тогда компостируешь? Поехали, давай. Поехали. Порулить. Порулить дашь? Дам. Только это, да? Не поезд. Дам. Поехали, поехали. Дуся. Двигаем копытами. Двигаем, двигаем. Молодец. Баба Богданович, куда на такую корицу собрались-то? Дела у нас, Нинель Констинна. Значит так, да? Ты меня сама собственноручно уволила. Теперь у нас свой бизнес. Крокодилов развуете, что ли? Тюха и компания. Что-то вроде этого. Женька, ты что ли? Нин, привет. Привет. Ну ладно, ладно. Ну попутного ветра, бизнесмены. Корову-то подковали, а то не допрет. Вот здесь останови, деда. Стоять. Держи. Дуся, дуся, дуся. Давай. Дед, подожди здесь немножко. Я приду сейчас. Здравия желаю. Из малых засек. От Гриши Фаусова. Слыхал про такого опера? Ну допустим. А при чем тут Гриш-то? Переговорить бы мне надо. Переговорить? О чем ты хочешь поговорить-то? По мясу. Кто тут главный? По мясу главный. Послушай, пройдешь вперед, за углом цветочный склад. Спросишь Аслана, он главный. Понял? Мне Аслан нужен. А зачем тебе Аслан? Поговорить, а что? Тамара. Ну я Аслан, а что хотел? Купи корову у меня, а? А зачем мне твоя корова? Продашь ее. А не слишком ли много продавцов на одну корову? Да нет, мы как раз одно звено сократили. Нинель из магазина. Нинель не самая большая потеря в моей жизни. Возьми корову, потом я тебе стадо приведу. А че так вдруг? Ну, приперло. А ты продай машину, я видел, на мониторе. У тебя хорошая машина. Такую можно, например, подарить любимой девушке или младшему брату. Машину не могу. За нее еще кредит не до конца выплачен. В общем, купи корову. Ну, для затравки. Но это не подстава, Аслан. Я что, похож на федерального агента? Потом я тебе не партию кокаина предлагаю. Корову. Да, корова не кокаин. О самом деле, почему бы и не купить? Сейчас придет бухгалтер, взвесит и рассчитается. Жду стада. Тогда мы с тобой вместе кофе и попьем. С молочком. 25 тысяч за вычетом вложении. Неплохо получается, а? Ух ты. Я вот что хочу предусмотреть. Нинвель может из принципа нам отказать в обслуживании. Надо затовариться здесь. Ну, хорошо, возьмем пол-литра. И это все. Как все-то такой повод? Денег нету. А это? А это... Это не деньги. Это капитал. Ах, вот вы такие. Капиталистки. Шо ты разлеглась тут, а? Размах широкий. Затея стрёмная. Ни копеечки не дам. Ладно, значит, тетя отваливается. Шо отваливается? У тебя отваливается. У меня все цело. Могу сделать вклад интеллектуально? Да. Есть такая форма участия. Как это? Мозгами. Есть такой орган. Мозг. Вот пойдите, найдите. За раз пятнадцать голов. А я все повынюхаю, все округу и найду. Вообще-то да. Эля все находит. Что не спрячешь, обязательно найдет. Ладно, или ищите, только быстро. Что, вопрос с поголовьем временно решен? Есть другой вопрос. Участковый у Фаусов. Гришка Косьми ляжет. Удавится скорее, а стадо не пропустит. Это если мы при стаде будем. А вот если бы нас при стаде не было, ну, я не знаю как, но если бы коровы шли сами, то это выглядело бы достаточно натурально, как миграция коров по союзному пространству. Ну, сами по себе они разбередутся. Корова, она как баба. Андрей. Корова, она корова. За хорошим мужиком она хоть на край света. В общем, хороший бык нужен. Вожак. С вожаком не разбредутся. Есть один бык. Но он пьяница. Ты имеешь в виду Тайсона? А что, может, получится. А у вас есть... Во! Чё? Один. Как перс, клавка на сутках. Выпить хочешь? Странный вопрос. Чё так расщедрился-то? Ну, мы с Женькой решили по чуть-чуть, но чтоб не бутылку на двоих, ну, а в светских пределах на троих. Ага. На прокат, говоришь? Да без разницы. На прокат, в лизинг, в аренду. Не, не пойдёт. Я о его здоровье беспокоюсь. Всё-таки, как-никак, полжизни вместе прожито. Да и как он из Белоруссии туда дорогу найдёт? Через лес, что ли, там его волки сожрут. Какие волки, Савелий? Чё ты несёшь? Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё. Погоди, погоди. Давайте ещё по сто семьдесят пять. Да кто бы спорил. Вот. Ну, не волки, так собаки. Савелий, мы твоего быка отдрессируем. Нет, Тайсон в дрессуре не поддаётся. Ну да, но если построить систему дрессировки на его пристрастии к алкоголю, очень даже поддаётся, отвечаю. Ну, система Дурова, собака Павлова, да? Слюнки, да? Нет. Савелий, вот ты. Вот ты, да? Если ты точно знаешь, что здесь тебя опохмелят, ты ведь сюда откуда угодно придёшь, так? Придёт. Я — да. Ну вот и бык придёт, а? Картина маслом. Шишкин отдыхает. Чё Шишкин делает? Шишкин выпивает, Савелий, да? А-а-а. Выпивает, и мы с ним. Угу. Ну и славенько. Шо я с этого буду иметь? Мы магистрали бесплатно строили. Паша, несерьёзно. Савелий. Несерьёзно. Савелий. Паша. Паша. Саван. Паша. Тих-тих-тих-тих. Тих-тих-тих. Оп-оп-оп. Оп. Ай. Да? Надо договариваться. Ага, дядя Андрей, ну ты ещё сало с чесноком ему дай. О, о чём-то мы не правы. Ну всё, готов. О, очень хорошо. Ой, дед, ты чего? Это не я. Ой. Ух ты, поздно как, а. Мужики, подъём. Доброе утро. Алло, Савелий, это я. Мы стартуем через пять минут, ставь примус. А, дядя Андрей, приманку. Эля. Что орать-то-то? Давай. Отбис уведит, а. Ах ты ж, зараза такая, а. Дед, дед, вставай, чё ты лежишь-то? Пошли. Ты посмотри, вчера было по самое горлышко, а. Вот чё, вот чё мне дивись. Вылакал посреди ночи, а. Эля. Шо, Эля? Из источников известно. Аду дыхай на меня. Отвердый. Жидкость попросту испаряется. Если это спиртосодержащие, жидкость испаряется ещё быстрее. Это известный закон физики. Ты, зараза такая. Химик-драма. А я дыхаю, як дурла, ты подуешь. А ещё в очереди дыр. Ну-ка, ну-ка. Ой, ладно. Бедолага. Ну-ну-ну, давай. Покажи нам, что ты способен. Давай-давай-давай. Оп. Давай-давай. Тихо-тихо-тихо. Спокойно, спокойно. Спокойно. Оп. Оп. Давай. Давай-давай-давай. Оп. Давай. Торрэ. Ай, интересно, да? Ага. Конечно. Давай, спокойно. Давай-давай-давай. Ай, лэд. Оп. Мне дом Барселона какая-то. Хат-дом. Оп-па. Ха-ха-ха. Оп-па. Давай-давай, пучина. Вперёд. Оп-па. Оп-па. Оп. Тихо, спокойно. Давай-давай, давай. Давай. Ну, вперёд. Ага. Видели? О, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Ах ты, паскудник! Уже и на работу отучиться нельзя! Ах ты, пьянь такая, а! Вот как хорошо, а! Ну, что, на работу жена? Ушла, и что? А че там так рано? Это рано! Розит! Подожди! Остановись! Вот тебе вот так! Слава! Да шо ж ты делаешь, а? Так, да я ж не самогон варю, ну! Я вижу, яйца вкрутую варишь! Мамочка эротная! Да это ж, это ж ароматический ориентир для Тайсона, ну! Правильно! С удивлением завонят своими ориентирами! Подожди! Сейчас все за бултыми сбегутся к нам, как на собачью свадьбу! Какие? Заходите, люди добрые! Заверий Игнатьич угощает! Папа, послушай! Уйди! Ошпарю! Подожди ты! Вот так ты! Это ж бизнес такой! Вот тебе твой бизнес! А! А! Брагу! Брагу! Ну, ну все, Глокко! Пришла твоя электричка! Сейчас как там по локомотиву! Давай, давай, давай! Тайсон! Вперед, Тайсон! Давай, давай! Тайсон! Хопа, хопа! Эй! 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 Тайсон! Тайсон! Ты чего встал там, раморный? Тайсон! Тайсон! Брат! Чего? Жека, погоди! Андрюха должен контрольный принюх сделать! Чего сделать? Чего-то не так! Он эти запахи в лед берет! Однажды за восемь километров учуешь жилье лесника, представляешь? Его хоть сейчас в книгу рекордов Гиннеса подавай! Смотри, смотри! Дядя Андрей! Дядя Андрей! Ну чего? Чего-то не то! Недавно то было! Я улавливал вполне определенную струю! Сейчас струя иссякла! Не то! Я ж говорил! Не то ему! Алло! Да, это я! Докладывай! Да понял я! Да ясно! Все, господа! Заезд отменяется! Клавдия рано вернулась с работы! Савелий жив? Да жив Савелий! Ладно, завтра заново все будем! Ну что, Тайсон! Ты достойно прошел половину пути! Правильно, пускай закрепит успех! Дай-ка! Завтра на аппарат встанет дед! Женатым мужчинам в этой местности это доверять нельзя! Неспроста все это! Ай, неспроста! Нинель! Здравия желаю! Вам чего? Ой! Ну хватит! Хватит тебе показывать характер! А у меня рабочий день закончился, Гриш! Че хочу, то и показываю! Слушай! Там эти тюхи, они ведь что-то затевают? Не в курсе? Я тебе в осведомительной вроде, Гриш, не нанималась! У тебя свой бизнес, у меня свой! Эти тюхины затеи, они ведь оба наших бизнеса подрывают! Так что, Нинель, наши интересы, они временно сходятся! Временно! Угу! Ну, колись! Колись, колись! А я тебе льготы какие-нибудь? Ну, глаза закрою на что-нибудь! Право нарушительное! А? Ты чего? Ой, да ничего! Чего? Ха! Клавка проболталась! У! Клавка? Жена Савелия! Угу! Они хотят все стадо из Белоруссии! Во главе с Тайсоном! Мимо меня напрямик в город! Стадо? Стадо! Захарит Darling. Да. Не до! Угу! Мало, это зато! Это правильно и уже уходить омл. Что тех, кто с того? Он был орехи! Уже уok! У тихо! Каков 현재, только для ученого газικά пелена, Вот сразу в турире поставить пару капел иosi. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это как же это прикажешь понимать, Савелий? С участием твоей скотины тяжкое преступление готовится, а ты ни ухом, ни рылом, ни словечком не информируешь, а? Нехорошо. Э, ну ты че там, оглох что ли? Минуточку, товарищ Фауссов, я официальной подписки на сотрудничество не давал и стучал на друга исключительно по принуждению. А русскому человеку это чуждо. Так. Чего? Того. Чего-чего. Ну-ка, телефон гони. Эх ты! Давай, 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 давай. На, подавись, я себе новую куплю. Не осилишь. Потому что с пенсией по инвалидности придется расстаться. Да было бы с чем. Слезы, а не пенсия. Ничего, я теперь при серьезных делах. А не выгорят они ваши эти дела, пока я на своем месте не бывать в малых засеках никакой Сицилии. Хорошая сетка. Японская? Корейская. Оставься от покоя. Павлузь, начальника давай. Жека! О, Господи. Чего? Жека. О. Здорово. Здрасте. Вот тут особые приметы. Клички, возраст, вес, цена. Полная калькуляция на тринадцать персон. Больше не смогла. Тринадцать. Какая цифра стрёмная. А что, с быком будет еще тринадцать? Вот тут смотри. Вот тут внизу главное. Итого. Если завтра не заплатим, то уже надо будет передоговариваться. И уже за другие деньги. Ну все, я погнала. Ну все, я погнала. Дед, не коси, а. Сейчас мы вплотную подошли к очень деликатной, но вместе с тем очень важной фазе всей операции. Я, ну, говорю о кредите. Максимум в половину твоей суммы, максимум на два дня. В рублях? Да, в рублях. А у меня там нет ничего в рублях. Фед, да я серьезно. Ну какая разница, в рублях, не в рублях. Поменяем, потом наварим, еще больше назад положим. Сразу. Скоро сказка сказывается. Дед, я не понимаю, ты мне не доверяешь, так? Я тебе доверяю, Женечка. Я себе не доверяю. Ты же знаешь мой поганый характер. Если я хоть одну копейку сдернул, все, хана всей сумме. А куда сумма? Нафига нужна? Куда? Нафига? Может, я памятник себе хочу поставить? Памятник, ага. Бронзовый блин. Паровоза на паровозе я и таись я. Паровоз? Да, паровоз. Из бронзы на две персоны. Бабушка и я, вокруг птицы. Курицы нет? Голуби. Курицы. Хорошо. Хорошо. Снимаем деньги, половину в дело. Половина улетает вмиг. Это неделя-две, как пить дать. Ладно. А дело не выгорает. И что? Ты. Тебя нет. А я опять один. Только уже с голой задницей. Да почему? Вот он я, здесь. Надолго? Не знаю. Может, навсегда. Стэридор. Что-то. Мама, эх ты, уехал, и куда? Прости, дед, мне приснилась бабушка, она разрешила. Бабушка, да она даже мне никогда не снилась. Ну так что, я могу снять половину суммы? Можете, тогда изменится тип вклада, и вы потеряете в процентах. Ну что поделаешь, мы каждый день теряем куда большее богатство. Двадцать четыре часа нашей драгоценной жизни. А он что, умер? Кто? Павел Адамович Тюха. Нет, нет, он живее всех живых. А вас, простите, как зовут? Оксана. А меня Женя. А то, что дедушка разрешил вам разбомбить вклад, правда? Нет. Будете снимать? Ну, если очень надо, я не имею права отказать. Нет, не буду. Я придумаю что-нибудь. А давайте я вас на ключи отвезу. Там красиво очень. Извините, за вами женщина. Да, простите. Так много тысяч? Ну, для тебя разве это много? И потом, стадо уже завтра будет у этих ворот стоять. Не-не-не, ворот не надо. Ты позвонишь, и мой грузовик заберет их за городом. Вот, и еще лучше. А если? Ну, я машину оставлю в залог. Твоя машина стремная, ты же сам сказал. На половину от силы потянет в качестве залога. Ну, а на вторую половину мою голову. Запугивать, надеюсь, не надо? Да нет. Нет-нет, я с понятиями. Вот и хорошо. Ну что, дед? Отходи. Отходишь? Я с мыслями смириться пытаюсь. Ладно. Хватит смиряться. Держи. Нормальная история. Это… Вот до чего дошло. Это для меня, для себя, а? Да ладно. Цела твоя сумма. И мечта цела. С голубями бронзовыми. И паровозом. Прости меня, Жек. И ты меня прости. И это откуда? Машину заложил. И голову тоже. В рыночной мафии. В могилу свести меня хочешь? Да ладно, дед. Только не причитай сейчас, а? Так. Давай дуй к Савелью. Пускай выводят бык… Чего? Так. Помогай. Ты чего, дед? Ты в порядке? Ты доползешь до Савелья-то, а? Доползу. Прости меня, Жек. Да ладно. Я к тебе скрутила-то, а? Дед. Ну что, всех собрали? Да, всех. Всех-всех собрали. Вот они, мои красавицы. Тринадцать. Одна к одной. Да. Кормилицы наши. Что ему? Трубку передать? Или можно… Ага. Тогда я ему… На… На словах передам. Ага, ага. Чё ты? Всё, сказали. Можно включать аппаратуру. Так у меня с вечера ещё всё готово. Только спичкой чиркнуть. О, у тебя трубка новая. Да, я клавку раскулачил на новую трубку, а то старая что-то барахлить стала. А с этой вот будет полная… Как это? Полифония. А чё такое полифония? Нет ответа. Всё. Ну, вставай. Всё. Ну, ты чё, скотина? Тася. Давай, поднимайся. Давай. Помогу. Ой. А я не понял. А в чём заминка-то? Так, ну-ка. Ну, брысь. Брысь. Эй. Эй. А чё… Дядя Андрей, чё, он заболел, что ли? Ну, вот. Что вот? Эй, подожди. Ты сколько ему налил? Ну, так вообще. Ядро. Чуть больше. Ох, ё… Ну, как? Дайсон, милый, вставай. Эль, ну что вы? Ну, вот, не встаёт. Нажрался вчера ягоды. Тебя Рогина поднимается. Понравилось кряхтеть в соломку, да? Слушай, может, массаж ему сделать? Я слышал, Савелий делал ему массаж. Что ты сказал? А ну, иди сюда. А ну, иди сюда, я сказала. Подожди, Эля. Подожди, ну чего ты? Ах ты. Собутыльника нашёл нового, а? Ах ты. Вот свинья жирно. Прости, Господи. Не встанешься, я тебе кастрирусь, зараза такая! Танясон, вставай. О-о-о-о-о-о. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тогда отрываемся, и никто, ни пограничник, ни участковый к нам не докопается, а? Я читал, пастухи Северной Талании так делают, чтобы сохранить стадо. А-а-а! Молодец! Сколько неба не топи, оно все равно теплее не будет. Ты сегодня замолчишь, наконец? Давай минут на десять, а? Первачок польется в баночку, мы поправим им нервы. Да и люди из лесу придут, им поправиться тоже не мешает. Не мешает. Наладим змеевик? А он где? Паш, змеевик всегда при мне. Ух ты. Ну, красавица какой. Давай попробуем приладить его без остановки процесса. Чисто теоретически. Паша, давай как пойдет? Давай. Давай. Минут через двадцать должны быть здесь. Ой, слеза просто. Вот так. А запах? Ну, как по хвосту. Хе-хе-хе. Ну. Ну, хочешь бы раз напрягли свой общий мозг и придумали что-нибудь новенькое, а? Что дома? Что за границей? Одно и то же. Ага. Ну, вы просто тютелька в тютельку. Хе-хе-хе. Ну. Просим. Рядом. 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 Ничего, ничего. Потерпишь, вытерпит. А вот этого не надо. Не надо, не надо. Это последнее. Да куда там? Там еще есть. Жека, не будем печалиться? Деда, ну, ты видишь, что что-то не так, а? Нет, надо идти. Пойдем. Пойдем. Какие-то проблемы, Евгений Тюха? Или просто прогуляться вышел? Ты их перехватил? Кого? Коров, Гриш, стада. О, а ты у нас, оказывается, Женька, фермером заделся решил? Стадо коров завел? Гриш, я его купил за немеренные деньги. А, купил? Угу. Ну, тогда, наверное, договора, купли-продажи существуют. Да? И квитанция бу плате МДС. Да какие здесь договора? Какие квитанции? Официальные. А раз официальных бумаг нету, то гуляй, Женька. На нет и суда нет. Что с воза упала, то пропала. Вот так. Андрюш, до дому пришли. Ну, я пойду, брат. Давай, Андрюха, иди, брат. Ладно. Ладно, дед, я пойду, пройдусь. Есть! Субтитры делал DimaTorzok Да, если это была бы сказка, наверное, все хорошо бы кончилось А так, по счетам придется платить Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Да, давай, все Да чего же я грузин люблю? Ух! Сидит сердечный, маяцарь! Сидит сердечный, маяцарь! Сидит сердечный, маяцарь! Девчата голосистые Пропели все страдания! И слышно на сердечке Сердечные вздыхания Замерит расставание! И все душой старается! Смолишься ищет нежное! Сидит сердечный, маяцарь! А свинят покухшие У нас заре скрывается Обалентная девушка Так! Попрошу тишины! Девчата, тихо! Тихо! Уважаемые граждане, односельчане! О, после литров вспомнил, что односельчанин! Ну, у меня есть тост! Я хочу выпить за Женьку! А чё это ты такой добрый-то? Что за меня вдруг выпить решено? Так я же это, без формы всегда добрый! Джек, я хочу выпить за ту струю, которую ты внёс в наши малые засеки! Ибо, ну, сам посуди, вот что нам делить, да? Да, действительно, нам делить-то, пожалуй, нечего! Э, Андрюха, ты их видишь? Да, вижу! Это наши? Это не белая горячка? Нет, не белая горячка! А-а-а! 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 Клавочка! Партич, рецепт по ночам! Ко мне не свернулся! Опять будешь плаивать скотину? Завелий! Мальчик, пой! Давай я тебя похмелю! А-а-а-а! А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! Ну, чё? Нравится картина, Гриш? Запалила! Не опохмелил скотину! А-а-а-а! А жадность губит! Ладно, Жека! Твоя взяла! Семь, висим, девять, десять, одиннадцать, дванадцать, тринадцать, чё-то-то! Не, тринадцать! Вроде все! Да все! Семь, две две! Я ж, надо отдать срочно! А-а-а, Виночки, женщины, давайте всем разом! Ну же, вёдра чистые, полотенца! Давайте, давайте, родные! Давайте, всем миром давайте! Ну и denktuce, г viидру! Цыганим медем Tahiroh Пошла! Пошла, родная! Пошла! Прямо к столу! Ну, просто праздник-то удолжен! Дед, соворажать еще можешь? Не корми! Деда! Дядя Андрей, тебя тоже касается! Какая еще беда стряслась? Это не беда, это совершенно свежее ноу-хау! Это кастрюля ноу-хау? Это точно беда! Да нет! В этой кастрюле ноу-хау! И денег на раскрутку нужно совершенно чуть-чуть! Денег у нас куча! Ну, тогда прошу любить и жаловать! Ля-гушка! Ого! Не ого, а золотой ключик со дна пруда! Первый брат тебя ничему не научил! Ну и что? Дед, ну... Лягушка-ключик? Очень может быть! Порода называется бык! Самая востребованная на рынке порода! Ресторанные сети с руками оторвут! Мамука, мой приятель, очень серьезный человек, готов нести предоплату! Причем немалую! Начнем с нашего пруда, а дальше... Какие сети, какие руки? Не руки, деда! Лапки! Лягушачьи лапки! Это деликатес номер один! Да вы не понимаете, что ли? Не, брат, я читал в одном журнале! В Европе они без этого жить не могут! Читал в одном журнале! Извините! После работы домой пошла, а как-то тревожно было! Вы меня напугали, Павел Адамович! А телефона нет, ну и на попутке! Ну, теперь вижу, у вас все в порядке! Извините еще раз! До свидания! Да ты подожди, дочка, куда ты? Да уже возвращаться надо! Не, давай за стол! Дочка, дочка, умница! Ты куда? А ну, приглашай гостю в столу! Ну что, у нас там еще тортик и пирожки всякие! И югодки! Молоко порвай подъемки! Молоко порвай подъемки! О, птюхи. Напоить напоили, а закусить... Так. Так. О, горяченькая. Поцелуй меня, Гриша, и я превращусь в прекрасную принцессу. Ну, тюхи, надо меньше пить. Субтитры подогнал «Симон»!